Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире тележурнал «Планета. Пять звезд». С вами Марина Денисенко. По традиции, в конце года мы подводим итоги творческой деятельности телекомпании. Конечно, мы не будем перечислять все события, в которых нам довелось участвовать, а становимся лишь на самых ярких. 2011 год пролетел для телекомпании «Планета. Пять звезд» так же ярко и стремительно, как и все нечетные года, когда в Москве проходит Международный авиакосмический салон «Макс». Но салон был в августе, а весной нас ждала интереснейшая творческая командировка в Иордании. По приглашению Министерства туризма Хошемистского королевства мы продолжили изучение природных чудес этой страны. И вторая встреча с Иорданией прошла еще интенсивнее, чем первое знакомство. Тем более, что планы по стране мы составляли сами, и каждый божий день поглощали красоту королевства от самого рассвета до заката, фиксируя падение солнца в разных частях страны. Уровень Мертвого моря продолжает снижаться, вызывая опасения у всех окружающих народов, в то время как популярность места крещения Христа растет. После дождей оно выглядело иначе, ближе к библейской истории. Война на Ближнем Востоке жестоко отразилась на туриндустрии Иордании. И хотя мы чувствовали себя в полной безопасности в любое время суток, туристов было очень мало, даже в Акабе. А вот развитию дайвингов в Красном море можно было порадоваться. Нам повезло с нашим гидом Халедом, который заботился о нас круглосуточно и рассказывал все, что знал. С пустыней Вадирам, в которую мы влюбились с первого взгляда в предыдущей поездке, мы уже общались дольше, получили массу впечатлений и острое желание вернуться сюда еще раз, как и в Петро. Потрясающей красоты розовый скальный город радостно отражал лучи весеннего солнца. Цветущие олеандры украшали и без того прекрасный город. Открытием для нас стал экологический заповедник Дана. Одно из немногих природных мест, где удалось сохранить дикую природу. Знакомство с природными заповедниками продолжил Муджип, к которому мы спустились с высоты в 1600 метров на отметку минус 400. Мертвое море сияло зеркало, а утром мы увидели второй шторм на Мертвом море, отметив по себе, что не такое оно уж и мертвое, раз так штормит. В заповеднике Муджип мы прошли лишь начало пути, и то нам повезло, что уровень воды был низким. Наш гидхалет проверял фарватер, выбирая наименее глубокие места, где река не сшибает с ног. Еще одно известное место побережья – горячие источники Мань. Лето полностью ушло на командировки по России. Но и тут мы находили для себя минуты отдыха в самых чудесных ее уголках. Ведь посещая Санкт-Петербург, можно совместить деловые встречи с культурной программой. В Петергофе исклились фонтаны и цвели тюльпаны. МАКС – авиационное событие, где готовиться к следующему, начинают уже на салоне. В этом году в подмосковном городе Жуковском на аэродроме Центральной испытательной базы страны Летно-исследовательского института имени Громова состоялся юбилейный 10-й Международный авиакосмический салон МАКС-2011. Работа на авиасалоне была привычно захватывающей. Учитывая то, что в этом салоне принимали участие компании из 40 стран и работало 3,5 тысячи журналистов, нужно было разорваться на тысячи частей, чтобы увидеть все. Только на статической стоянке было представлено более 240 единиц авиационной техники российского и иностранного производства. После четырехлетнего перерыва в МАКСе вновь приняли участие Соединенные Штаты Америки, причем в первые дни был обеспечен доступ к экспонату. А в демонстрационных полетах приняли участие 102 летательных аппарата. В дни отдыха от командировок мы заряжались творческой энергией на художественных выставках. С художественной галереей «Артсоюз» нас связывает давняя дружба. Здесь проходят совершенно уникальные выставки одаренных художников. Получившие глубокое признание зарубежных ценителей прекрасного, завоевавшие любовь в Россию, именитые и молодые художники имеют возможность порадовать и нас своим искусством. Небольшая галерея совершенно фантастически вмещает и большие персональные выставки, и серьезные арт-проекты. А мы получаем искреннюю радость и возможность донести частичку прекрасного нашим зрителям и бескрайнему виртуальному обществу, которое листает странички нашей телекомпании в интернете. 17 лет в эфире. Планеты 5 звезд. Мы заканчиваем демонстрацию фильмов о работе 10-го юбилейного Международного авиакосмического салона «МОАКС-2011». Благодарим 275-й авиационно-ремонтный завод за помощь оказанной телекомпании в продвижении совместного авиационного проекта. Вышел на заключительную стадию государственных испытаний первый серийный образец Су-35С представлен на МАКСе. На истребителе Су-35С установлены двигатели с поворотными соплами и РЛС с фазированной антенной решеткой. С легкостью пополнялся фигурой бывшего авиационного многофункциональный фронтовой ударный самолет Су-34, способный эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели. В перспективе этот самолет-солдат по решаемым задачам близкий парку самолетов дальней авиации станет базовым ударным самолетом фронтовой авиации ВВС России. С новой 15-минутной показательной программой выступил основной ударный многоцелевой истребитель третьего поколения американских ВВС F-15 Eagle. Американский пилот продемонстрировал на МАКСе высокие летно-технические характеристики истребителя. Продемонстрировал свои неограниченные возможности новейший французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Его аэродинамическая компоновка была основана на огромном опыте по совершенствованию истребителей семейства Mirage. Среди отечественных новинок в демонстрационных полетах на МАКС-2011 впервые участвовал перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации истребитель пятого поколения Т-50. В летной программе приняли участие оба прототипа истребителя. Зрители могли свободно наблюдать за полетом этих красавцев и любоваться скоростью и летными качествами этой новейшей секретной разработки российских конструкторов. По заявлению главкома ВВС России Александра Зелина опытные образцы нового самолета должны появиться в боевых частях в 2013 году. МАКС-2011 в очередной раз доказал, что Россия была, есть и будет великой авиационной державой. На официальном сайте tvplaneta.ru продолжается прием работ на конкурс туристических отчетов зима 2011-2012. Победителей осеннего конкурса мы назовем в следующем, последнем в этом году выпуске. Напоминаю вам, что наш сайт полон эксклюзивных материалов разных стран, от настоящих путешественников. И собираясь в поездку, найдите время посмотреть информацию, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Отдых в любой стране мира с Турфировой Олимп Тур. Кубанская набережная 62, офис 204. Остановите время. Известный живописец Ирина Седова принимает заказы на изготовление портретов. Знакомство с творчеством лучших художников современности. Галерея Артсоюз, Октябрьская, 51. Новый Sony Cybershot. Теперь с помощью функции съемки панорамы вы можете создать 3D-изображение. Более того, новые модели Cybershot снимают в Full HD видео. А режим Superior Auto обеспечивает профессиональное качество съемки даже в темноте. Новый Sony Cybershot. Снимай панораму в 3D. Sony. На этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам счастья и добра. С вами была Марина Денисенко. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова